Буквально в шаге от пропасти оказались жители домов на улице Гоголя. Из-за строительства десятиэтажного дома и подземного паркинга начал сползать склон. Пока все работы приостановлены, но местные говорят, если стройка продолжится, все может закончиться трагедией. Ведь участок расположен на грунтовых водах, а внутри скалы есть катакомбы. Все это может привести к полному обрушению верхних домов. Работы начались на этой неделе. Местные сообщили, что рано утром почувствовали сильные вибрации в квартирах. Экскаватор начал разрушать склон, на котором находятся несколько жилых домов. Кроме того, рядом расположен знаменитый дом с атлантами. Утром в понедельник мы почувствовали, что все в доме содрогается. Вышли посмотреть, что происходит. Оказалось, что эскалатор уже начал разрушать скалу. Просто выбивали куски камней, все это падало. Мы, естественно, с соседями скооперировались, вышли вниз, попытались остановить эту стройку. Вызвали милицию. Стали разбираться, выяснять, какие есть документы, что происходит. Но, как и ожидалось, никаких разрешительных документов на строительство десятиэтажки у застройщика нет. Был только согласован проект строительства подпорной стены, которая должна уберечь склон и дома от разрушения. Местные говорят, что первые трещины в квартирах появились из-за строительства соседнего высотного здания еще несколько лет назад. Нынешние работы только усугубили ситуацию. Во время того, как они вырывали фундамент, там образовалось озеро из подплощенных вод. Они просто залили это озеро бетоном и выстроили дом. И через это пошла нагрузка на скалу. У нас пришли трещины, у нас просели двери, не закрывалась входная дверь. Это очень опасная скала. Вчера инженер из ГАСКО сказал, что на уровень опасности СС-3, я не знаю, что это значит. Ее имеют право реставрировать, ремонтировать только люди с лицензией на это. Мэрии пообещали не допустить возобновления работ. Также составлен соответствующий акт. Из-за строительства планируют привлечь к административной ответственности. Пока работы остановлены, а спецтехники уже и след простыл. Данные работы были самовольные. Они были у нас еще зафиксированы 2 марта. 3 марта мы провели там комиссию. Комиссия проводилась вместе с управлением берега защиты. На сегодняшний момент был согласован проект на подпорную стену. Но заказчик разрешения на строительство не получил. В связи с этим нами будет проведена проверка внеплановая. По итогу проверок мы скажем, чем она закончилась. Кроме того, на сегодняшний день работы остановлены по возведению подпорной стены. Тем временем на одесских сайтах недвижимости вовсю продают квартиры в будущем Воронцовском клубном доме. Его сдачу запланировали в третьем квартале следующего года. Но устоит ли склон и старинные дома под наглостью застройщика? Обещаем держать ситуацию под контролем. Светлана Довжук, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.